Редактор субтитров А.Семкин Метрополь Здравствуйте! В эфире телеканал спортпередача «Путь дракона». И сегодня у нас в гостях девушка, сотворившая чудо. Дарья Тарасова выиграла пекинский олимпийский турнир по ушу. И сегодня она рассказывает об этом у нас в эфире. Дарья Тарасова Итак, в нашей студии победительница олимпийского турнира по ушу, который проходил в рамках Олимпиады в Пекине, Дарья Тарасова. Даша, ну, поздравляю. Жалко, что не первая, наверное, уже многие поздравляли тебя. Я знаю, что к этим соревнованиям, к этому старту ты готовилась без малого 7 лет. Да. Я начала готовиться с 2002 года, когда я первый раз узнала, что ушу будет включено в Олимпиаду. Вот. И спустя уже несколько лет я потом узнала, что на эту Олимпиаду будет серьезный отбор на чемпионате мира. Вот. И поэтому уже тогда у меня была основная цель – это участвовать в Олимпиаде. И уже после чемпионата мира, когда я стала первой, я поняла, что снижать планку нельзя, что я на Олимпиаде должна быть первая. Скажем, пожалуйста, а вот когда был коллекционный отбор, он проходил вот в Пекине чемпионат мира последний, по которому определялись те, кто поедет на Олимпийский турнир. Где было все-таки сложнее? Ведь там тоже было очень непросто. Все стремились попасть, кисто действуя оно было. И в Китае четыре команды, как всегда. Где тебе было сложнее выступать? Вот здесь или в Пекине год назад? Для меня, конечно же, было сложнее всего выступать здесь. В Пекине у нас было, несмотря на то, что в Пекине было 52 участника у нас на чемпионате мира, у меня в виде, а здесь всего лишь 10. Но здесь была десятка лучших. А, то есть отобрались самые... Да, когда на самом деле было очень интересно. Я выходила на ковер, я была последней, впереди были только азиатки. То есть даже девочка из Канады, она была китаянка. Да, да. И когда я уже выступила и почувствовала, что такая поддержка в зале, было, конечно, много китайцев. И они настолько поддерживали, они настолько были рады. Ну, вообще мне понравилась атмосфера, которая у нас была. Слушай, а вот я смотрел твое выступление в видеозаписи, и ты выступила и сразу подняла руки вверх, и ты была уверена в том, что ты выиграла. За счет чего такая уверенность? Еще до объявления оценки ты уже, как бы, приветствовала публику и все вот это отметили? На самом деле, так как я к этому турниру шла не одна, а вместе со своей командой, со своим тренером, поэтому большая ответственность лежала не только на мне, но и на моем тренере, которая ни на минуту не отходила от меня и верила в меня. Поэтому, когда я стояла на ковре, я начала делать, и перед первым моим обязательным элементом я сказала, что, ну, конечно, не вслух про себя я сказала, Татьяна Викторовна, эта победа для вас будет. Вот, я сделала, и я была рада даже не тому, что я о победе и не думала. Как бы, первое, о чем я подумала, что я не подвела тренера, не подвела свою команду, когда я посмотрела на нее, у нее были слезы радости, вот, но тогда я поняла, что я должна немножко успокоиться и дождаться оценки. Только после оценки я, конечно, не смогла сдержать свои слезы радости, свои эмоции, да. И я больше всего была рада, что я не подвела свою команду. Трена, Даша, а вот скажи, пожалуйста, у тебя на этих соревнованиях все это отметили, были все специалисты, как бы, и об этом писала китайская пресса. Самая высокая была группа сложностей. Остальные спортсмены, как бы, подойдя к олимпийскому турниру, ну, понятно, что это самый ответственный был старт, все решили немножко снизить группу сложностей. То есть делали группу сложностей А и Б для того, чтобы не ошибиться. Не секрет, что малейшая ошибка в исполнении элементов повышенной сложности, она влечет за собой значительное снижение общей оценки, да. Вы оставили сложную программу, причем у тебя уже в конце комплекса есть прыжок, это циклондфайн с проворотом на, значит, 360 градусов. Вы сознательно на это шли, на этот риск? Или просто не знали, будут ли снижать группу сложностей конкурентов? Вот почему все-таки решили рискнуть и сделать такое яркое, а действительно это самое яркое было выступление, поскольку даже китайцы такую группу сложностей не показали. Вот на чем строился расчет и твой, и тренера? Расскажи немножко, почему такой сложный комплекс вы вынесли на Олимпиаду? Ну, этот комплекс у меня уже был готов и на чемпионате мира в 2007 году. И так как у меня прыжки, это одно из моих, как бы, ведущих показателей, поэтому я решила, что я на максимум должна показать сложную программу и что судьи должны это оценить, потому что это будет более зрелищней, более лучше. Но на самом деле здесь такой интересный момент, что вот самые сложные прыжки, когда я выходила на ковер, я не боялась. На самом деле боялась за самый легкий прыжок. Это всего лишь на 360 градусов меня оценивали, хотя я прыгала на 540, но он для меня почему-то был самый волнительный. Вот, и после того, как я сделала уже самый первый прыжок, я уже и знала, что остальные прыжки я смогу сделать, так как на тренировке их отрабатывала по 20-30 раза тренировку, поэтому я в них была уверена. Скажи, пожалуйста, вот год назад или полтора года назад мы брали у тебя интервью, и у тебя была очень сильная травма, там, слоение хряща, разрыв связки и так далее, и так далее. И врач твой, лечащий, сказал, что о спорте надо будет забыть. Что тебе помогало вообще? Ты верила, что ты вернешься на ковер? И ты верила, что ты выиграешь олимпийские турниры, чемпионат мира? Какая была мотивация? Ведь это какое колоссальное нужно иметь силу воли для того, чтобы преодолеть вот этот период реабилитации? Сейчас не беспокоит травма тебя, кстати? Нет, абсолютно не беспокоит. Больше всего за меня волнуется тренер. Она на каждой тренировке спрашивает, Даша, как у тебя колено, не болит ли, ничего? Но у меня даже ничего не беспокоит. То есть все нормально. Наоборот, мне хочется выполнять еще сложнее элементы. Я думаю, что я к этому готова. Вот. И, конечно, поддержка со стороны команды мне помогло реабилитироваться после травмы. Тренер, который всегда меня поддерживал и верил, и говорил, что сейчас скоро будет Олимпиада, и что мы сможем, конечно, это делать. Конечно, вот одна бы я вряд ли бы справилась. То есть только двух команд и только поддержка тренера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даша, а вот как Олимпиада? Она для вас была настоящей? Ушу известно, это был показательный вид. Он не вошел в официальный зачет программы Олимпиады, но все-таки вот я слышал, что Олимпийский турнир, он соответствовал полностью уровню Олимпиады, остальных видов. Конечно, для нашей команды это была настоящая Олимпиада. Жили мы в Олимпийской деревне. Вот. Атмосфера там была, конечно, фантастическая. Когда мы только туда въехали, мы не знали, куда пойти, потому что это был такой маленький город, вот, и хорошие условия были, кормили очень хорошо. То есть и спортсмены, которые я видела по телевизору до Олимпиады, там олимпийские чемпионы, и находиться с ними в одной деревне, они такие же обычные люди. Для меня это было, конечно, очень радостно. Ну вот, а наши члены сборной команды по гимнастике российской спрашивали, а действительно вот Даша Тарасова тут рядом с нами ходит, которая двукратная чемпионка мира по ушу. Да, да, да. И медали у нас были олимпийские. То есть вообще ничего не отличалось от настоящей. Ну, насколько я понимаю, что по строгости тоже все было как на Олимпиаде. Я, кстати, слышал, что Жак Роги приезжал награждать на посуду награждения. По строгости тоже, поскольку вот тебя после твоей медали сразу забрали на допинг-контроль, да? Да, на допинг-контроль меня сразу забрали. Ну, перед этим у нас была пресс-конференция. Да, и поэтому эта девушка, она не могла от меня никак ни на шаг отойти, все время была со мной. Да, и потом мы пошли на допинг, но, то есть, было все. Серьезно. Конечно, да. Даша, я слышал, что одним из первых, кто вас поздравил, это очень, как бы, такое знаковое событие, был министр спорта Виталий Леонидович Мутко. Вот как это случилось? Да, но мы были на закрытии Олимпиады, и очень для нас неожиданно было, когда мы его встретили, и он поздравил нас, сказал, что очень рад за нашу сборную, вот, и сфотографировался с нашей командой. Конечно, это было очень приятно. Твоя победа окрылила ребят, и уже на следующий день Семен Уделов в этом же виде программы, длинный кулак с элементами повышенной сложности, он завоевал серебряную медаль, ненамного отстав от китайца. Это, конечно, очень приятно, и мы рады за вашу сборную, но вот у меня такой вопрос. Ты уже все вершины спортивного ушу покорил, покорил вершины, о которых очень многие спортсмены мечтали, российские, и даже брали на себя обязательства, но многие сдулись, многим не хватило силы воли, многие бросили, не поверили в себя. Ты, несмотря на травмы, шла к этому, ты стала пятикратной чемпионкой Европы, ты стала двукратной чемпионкой мира, причем оба раза в Китае, в Макао и в Пекине, и, наконец, вот эта вершина, олимпийский турнир по ушу, она тебе тоже покорилась. Нет желания вообще прекратить тренироваться и заняться учебой в институте? Какие у тебя дальше планы? Нет. На самом деле, очень удивительно, что многие меня спрашивают, вот ты добилась, ну что, пора уже уходить. Мне всего 20 лет, всего лишь, у меня спортивная карьера только началась, поэтому я сразу всем своим соперникам сказала, что еще лет 10-15, они меня будут точно лицезреть. Чтобы не радовались. Да, да. Так что я еще готова, и, слава Богу, здоровье позволяет, поэтому никаких преград. У меня, наоборот, появилась еще больше мотивации, чтобы выигрывать, становиться первой. Вот даже стоя на пьедестале, я не могла все еще поверить, что я первая, и я только тот человек, который стоит на пьедестале, только олимпийский чемпион, может понять, что столько подготовки стоит ради того, чтобы постоять, послушать свой гимн. Ну, Даша, желаю тебе только счастья в личной жизни. Спасибо. Желаю тебе не растерять себя. Поздравляю тебя еще раз с этой, без преувеличения, колоссальной победой. Это победа не только твоя, но и победа страны, победа Федерации Ушу России, победа Российского Союза Боевых Искусств. Мы тобой гордимся. Хорошо, что ты есть у нас, и надеемся, что будешь продолжать радовать болельщиков и нас своими победами. Спасибо. Желаем тебе всего хорошего. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях была победительница турнира по Ушу, олимпийского турнира по Ушу Пекин 2008, двукратная чемпионка мира Дарья Тарасова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok